Депутата Супоню хотят отозвать Гершевича, наоборот, сохранить, а Байкал через несколько лет может превратиться в болото. Здравствуйте, я Владимир Банчиков, это Золотые перья. Гости рубрики Золотые перья, восходящая звезда бурятской журналистики, корреспондент МК в Бурятии Роксана Родионова. Привет, Роксана. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, о чем свежий номер МК в Бурятии? Это первый вопрос. Давай с него и начнем. Как раз презентацию свежего номера я хочу начать со статьи своего однофамильца. Это «Злоба дня» на очень интересную тему о том, что несмотря на льготные условия кредитования, жители Бурятии не способны брать автокредиты. Вторая статья, о которой я хочу сказать, это интервью Татьяны Никитиной с художественным руководителем балетной труппы Бурятского театра оперы и балета Марихира Ивата. Интервью интересно с той позиции, что там не идет речь о балете и, в принципе, о работе Марихира Ивата в Бурятском оперном театре. Это просто взгляд иностранца на Россию, на Бурятию в частности. Хорошо. Твой материал, представь, пожалуйста, что ты сделала для этого выпуска МК? В этом выпуске есть мой материал о том, что бурятские власти собираются повысить тарифы на социальные услуги для инвалидов, ветеранов и пенсионеров. Теперь давай коротенько о тех материалах, которые ты хотела бы выделить из других еженедельников нашей республики. Вот в «Центральной газете» мое внимание привлек материал, который идет на одной из первых полос, о том, что жители Бурятии записали видеообращение к президенту страны Владимиру Путину. В номере 1 показался очень интересный материал о буландельце, который забрал из соседской квартиры брошенного на произвол, можно сказать, судьбы ребенка. Заботился о нем несколько дней, но этот поступок вызвал не столько восхищение, сколько порицание общественности, в частности органов опеки и нерадивой матери, которая бросила ребенка. Ну а какие позитивные материалы? Давай на позитивной ноте закончим. Вот мне бы хотелось сказать об открытии кинотеатра «Аймакс». Об открытии кинотеатра «Аймакс» в Забайкале. Эту информацию дала как наша газета, так и номер 1. Спасибо, Роксана. Ну что тебе пожелать? Творческого роста, чтобы из восходящей звезды ты превратилась в яркую, настоящую звезду. Спасибо. Спасибо. А теперь о других изданиях. Информполис пишет о том, что Байкал через несколько лет может превратиться в болото, и это не паникерство. До катастрофы на Байкале осталось не более пяти лет. Таково мнение общественника и неравнодушного жителя Бурятии Геннадия Климова. Который на протяжении многих лет изучает тревожную тенденцию падения уровня воды в Священном море. Если ситуация не изменится, уверен исследователь, очень скоро Байкал может стать бесточным. Вот только наши власти это не сильно волнует. Они сейчас играют в ромашку. Уйдет Гершевич или не уйдет? Номер один пугает читателей и хуральскую оппозицию страшилками о том, какой кошмар начнет твориться, если Матвей Матвеевича все-таки снесут. Двухмесячный политический марафон, посвященный судьбе спикера народного хурала Матвея Гершевича на этой неделе, выдаст первые результаты. Но уже можно подводить некоторые итоги. В частности, никогда еще оппозиция не была столь цинична и жестока по отношению к своей же пастве и сочувствующим. Это называется кинут всех. Заговорщики в хурале, у которых вагон амбиций за два месяца не сказали ни населению, ни даже своим коллегам ничего программного. Нет ни одного заявления, как будет развиваться Бурятия, что вы собираетесь делать после сноса Гершевича, как ваши действия отразятся на населении Бурятии. Просто попытка разрушения, за которым пустота. В общем, Москва разозлится и всех накажет. В тени Гершевича Гейта осталась еще одна история об отставке. Речь идет о депутате горсовета Сергея Супони. Дмитрий Родионов посвятил ему целую полосу свежим МК. Сегодня депутат Супони является председателем комитета городского хозяйства и строительства уланденского горсовета. Фактически законодателем моды в сфере ЖКХ. С него другие директора управляющих компаний берут пример, как вести дела. И это самое печальное в данной истории. Мне кажется, что за период своего долгого сидения в горсовете и на колоссальных потоках ЖКХ, собираемых за содержание и ремонт жилья, депутат Супони потерял связь с реальностью. Как сообщили мне представители инициативной группы граждан, у них пока нет права на депутата Супоню, поскольку бессмысленно жаловаться на него ни в горсовет, ни в комитет по ЖКХ, который он возглавляет. Поэтому уже на этой неделе будет обсуждаться вопрос о начале сбора подписей по отзыву депутата. На этом пока все. Увидимся через неделю.